Итак, дорогие друзья, самый первый вид красок, который я с вами бы хотел рассмотреть, это так называемые проникающие краски. Ну, как следует и самого названия, значит, данные краски, они, собственно говоря, проникают в глубину кожи, что дает достаточно, скажем так, высокую стойкость при сохранении фактуры кожи. Ну вот, давайте я продемонстрирую. Или, может быть, потом, вот, собственно говоря, краска от торговой марки Sapphire, называется Tentura. Как вы видите, она, как бы, проникает внутри кожи, вот, прокрашивают ее достаточно глубоко, то есть, бывает на несколько, там, скажем так, на полмиллиметра или даже больше. Значит, проникающие краски подразделяются на спиртовые и водные. То есть, соответственно, бывают они на спиртовой и на водной основе. Значит, спиртовые краски. Это очень хорошие, скажем так, проникающие красители, которые великолепно проявляются, как уже на окрашенных кожах. То есть, вот у нас у меня окрашенная кожа, попробуем ее с вами покрасить. Видите, что, в принципе, очень-очень неплохо получается. Так же, как и на неокрашенных кожах. То есть, тоже, в принципе, неплохо. Обладают они прекрасной адгезией. То есть, краска, если туда спиртовая проникла уже внутри кожи, то, собственно говоря, не требуется никакого нефиниширования. Даже если водой очень-очень сильно, собственно говоря, мочить этот кусочек кожи, краска ни в какой степени не будет ни плыть, ни оставаться ни на одежде, ни на руках. Есть одна особенность. На неокрашенных кожах данные краски бледнеют. То есть, вы видите, мы покрасили с вами кусочек кожи потихонечку, полегонечку. То есть, он начал высыхать и начал бледнеть. Связано это с тем, что спирт обладает высоким проникающим способностью именно проникать в коллагеновые волокна кожи. И все пигменты, которые, ну, богата данная краска, они как бы точно так же проникают в мукрекожи. Эту особенность нужно учитывать. Значит, поскольку данный краситель бледнеет, для насыщения, словно, ну, как бы большего оттенка, данный краситель требует специальных средств по, скажем так, активации, которые достигаются в тремя способами. Значит, первый, мы снова обрабатываем поверхность спиртом, то есть, краски снова становятся насыщенными. Второй способ мы обрабатываем каким-то водяным раствором. То есть, если мы с вами обработаем кожу растительного дубления водой, и после этого, ну, как бы, слегка подполируем, да, стенки опять становятся очень красивыми и насыщенными. И третий способ – это обработка каким-то либо финишем, либо жировозковой смесью. То есть, это сейчас мы с вами на практике посмотрим. Значит, прекрасно себя данные красители проявляют на урезах, соответственно, с последующей полировкой кожи. А какие есть, скажем, плюсы данных красителей? Ну, во-первых, это очень высокая адгезия и стойкость. Значит, второй плюс – это сохранение фактуры. Третий плюс – в принципе, они не требуют, ну, такой глубокой защитной водоотталкивающей обработки. Ну, и в-четвертых, это простота нанесения, потому что данная краска доступна, ну, как профессионалам, так и непрофессионалам. Какие есть минусы, на мой взгляд? Ну, минус, наверное, это все-таки такая средняя укрывистость, потому что данная краска, она не закрашивает, ну, какие-то там поверхностные покрытия. Требует в особых случаях активацию цвета. Значит, большая трудность с полутонами. То есть, данная краска, если вы ее нанесли, как она одного тона у вас получилась, так она одного тона постоянно и будет. Низкая цветовая гамма. То есть, в принципе, спиртовые красители, проникающие спиртовые красители, они выпускаются, ну, там, ну, в 8-9 основных цветах. И даже если, скажем, их смешивать между собой, полутона как бы не очень хорошо появляется. Ну, и, наверное, последнее, то, что я отношу к минусам, это есть некий резкий химический запах. Потому что, как раз все-таки, они на спиртовой основе. Соответствующим образом запах вот этот спиртовой, он при покраске проявляется. Это тоже нужно учитывать. Где я рекомендую использовать спиртовые краски, проникающие? Ну, в первую очередь, наверное, они у себя очень, как я говорил, хорошо ведут. Это на покрашенных видах кожи. Вот видите, вот уже покрашенная-покрашенная кожа. Вот, если мы хотим сделать надсенок более темной, вот, соответствующим образом, это у нас вот можно покрыть кусочек кожи краской. Значит, также я его рекомендую использовать уже на, к примеру, покрашенных кожах, если мы после покраски их водными красками. То есть, вот видите, вот это вот я кусочек кожи покрасил антиком. И чтобы затемнить, к примеру, края, я обычно использую вот такой вот спиртовой краситель. Соответствующим образом, я данный краситель очень рекомендую использовать именно на урезах. Для полировки урезов кожи растительного дубления с водой, вот, если предварительно урез обработать спиртовой проникающей краской, к примеру, темно-коричневой, то есть, урез он будет приобретать не только большую гладкость, но и вот такой у нас достаточно насыщенный темный оттенок. Так, теперь давайте мы с вами немножечко попрактикуемся в использовании данной краски. Значит, мы с вами на коже растительного дубления попробуем несколько красок различных цветов. В качестве примера мы будем использовать спиртовую краску вот торговой марки Сапфер. Называется она Тентура Франкейс. Общее название. Значит, что бы еще хотел заметить, что выпускаются обычно вот эти спиртовые проникающие красители какими-то либо торговыми марками, которые специализируются на выпуске химии для кожи, предназначенной для профессиональных обувщиков. Потому что все-таки, в принципе, такие вот краски, они менее всего используются в художественных работах и более используются в реставрационных работах по обуви и по другим кожаным изделиям. Ну, в первую очередь, по обуви, наверное. Итак, давайте посмотрим. Значит, как я говорил, у нас с вами первый цвет. И тут у нас вот такой вот цвет 05-й темно-коричневый. Значит, как он будет проявляться на коже, давайте посмотрим. Вот тут вы видите. С ума с вами будет вот так вот. Второй оттенок. Давайте попробуем, к примеру, 95-й лимонный. Соответствующим образом на коже он у нас с вами будет проявляться. Вот таким вот образом. Так, давайте еще попробуем черный, к примеру, оттенок, и бордовый оттенок, как они будут смотреться. Значит, это у нас с вами черный оттенок. Вот так вот он у нас с вами будет проникать. Вроде бы, с самого начала достаточно нормально, но потом, к сожалению, начинает... Видно, вот так вот будет. Потом, к сожалению, начинает болотнеть. Сейчас я к массе с вами посмотрю. Ну, и последний, это бордовый оттенок. Не будем экономить палочками. Вот именно бордовый оттенок. Вот так себя краски ведут на коже растительного дубления. Значит, соответствующим образом, пока они, ну, как бы, не высохли. Они вот такой достаточно насыщенный оттенок имеют. Но после высыхания, к величайшему сожалению, то есть, как я говорил, что пигменты проникают вовнутрь, краски начинают бледниться. Какие я знаю способы, собственно говоря, активировать, ну, собственно говоря, цвет. Во-первых, я использую вот такую жировосковую смесь. Ну, грубо говоря, это крем для обуви торговой марки Sapphire. То есть, чем он, почему он хорош? Потому что, видите, он такой вот имеет, как бы, достаточно жидкую консистенцию, которая плавится по телепаратуре человеческого тела, что очень удобно наносить. Вот я вот наношу этот крем на поверхность кожи, после покраски спиртовой краской проникающей. Вот после чего его вот так вот, если буду слегка подполировывать, то у нас, с вами видите, получается вот такой глубокий, хороший, насыщенный оттенок. Вот так вот, пролезно, просто пролезно. Далее, значит, попробуем какой-то специальный финиширующий состав, который выпускают компании, занимающиеся выпуском краски для художественных работ. Это Satin Shane от EcoFlow, финишный состав. Вот, попробуем его нанести опять-таки на участок какой-то либо краски. Сам он себя будет вести вот приблизительно вот так вот. Сначала потемнеет, потом высохнет. Вот, ну, блеска и насыщенности как бы не приобретет, но вот такой вот чуть-чуть более темный тон, то есть, соответствующим образом сделает. Далее, и попробуем профинишировать теперь профессиональной апплитурой, это матовый оттенок от торговой марки Тарага, соответствующим образом. Ну, в принципе, сочетание апплитуры и проникающих спиртовых красителей, это, ну, скажем так, каноническое сочетание. Сочетание, потому что, как вы видите, цвет становится ярким, насыщенным, вот, и вполне, как какой-то некий фоновый краситель, то есть, или краситель вот по покрашенной коже, он имеет место быть. Ну, что ж, друзья, это, что касается спиртовых красителей, далее мы с вами рассмотрим проникающие красители на водной основе.